И снова здравствуйте, уважаемые друзья! Вы на канале Сэмикс Чесу и мы продолжаем обзор женского чемпионата Украины. У нас четвертый тур. Были интересные партии, в основном связанные с счетом, но видать у девушек уже закончилось желание считать варианты, они просто идут вперед, не останавливаясь на достигнутом, так скажем. Ну вот несколько партий интересных из тура я выделил. Вот, скажем так, Наталья Букса набирает форму, ну то есть она проходит через поражение, ну побеждает, скажем так. Вот играла она со Смак, интересная встреча была. Обе очень сильно играют, конечно, и, можно сказать, боролись за победу и белые и черные. Разыгран был какой-то вариант, скажем, закрытый, да. Вот к слотам слон G4 черные выманивают ход F3, не знаю, полезно это или нет, ну, скажем так, так захотелось. А вот ход H5 уже свидетельствует о том, что Наталья все-таки не хочет мирной тихой жизни какой-то, да, позиционной. Она вот стремится идти в атаку, крайней пешкой. Такое популярное предложение, сейчас модно так ходить всегда. Ферзь D2, Ферзь D7. Ну вот здесь вот, может быть, не хотела пойти H4 сразу ввиду слон G5, какие-то связки, завязки, может пугались после. Ферзь D7, конь D5. И вот здесь вот интересный момент, все-таки стоило черным пойти вот именно здесь H4. Ну вот, наверное, Наталья боялась хода слон G5, но вот здесь вот для заметки просто, на всякий случай, иногда фигуры ходят и назад. Детям, конечно, показывать не надо, но вот здесь вот интересный ход, конь G8, с идеей, что вот пешку никто не забирает, а вот эти пешки идут вперед и наступают. Такая интересная идея. Пешку брать, конечно же, нельзя, после хода F6 наступает расплата. То есть где-то слон все-таки теряется. Но это было за кадром, не так просто и не так очевидно, конечно, это видно. Было сыграно попроще, конь D8. И скажите, что не один конь пошел назад, так второй. Но смысл в том, что мы хотим просто прогнать важного коня. И вот здесь вот интересно, Юлия продемонстрировала понимание шахмата, да, как только конь ушел из центра, сразу же удар по центру. D4, это хороший и своевременный, главное, правильный ход. С6, взяли-взяли и D5. Таким образом, белые захватили пространство в центре. Обратите внимание на коня на D8. Ему в этой партии страдать и страдать. Всю партию он страдал. Ну, кстати, вот интересная у него судьба. CD, это ход возможный, конечно, но вот все-таки, может быть, стоило сразу пойти слон H3. С идеей как-то запереть позицию, может быть, в этом случае у черных были большие шансы. А после хода CD вскрывается линия C, что, скорее всего, при наличии коня на D8, все-таки к выгоде белых. Потому что они быстрее могут эту линию где-то при случае подобрать. У них тут больше пространства. И король на F2 может пойти, рокировка при случае, возможно, все вот эти моменты. Слон H3, взяли-взяли. Здесь не совсем очевидное, нечеловеческое решение. Был сделан ход человеческий, конь C3. Дело в том, что когда видишь ферзя на H3, он хочет пойти куда-то на G2. Поэтому конь C3, ход хороший, прикрывая эту клетку. Ну, вот можно было сыграть, можно сказать, с огнем, но на самом деле без риска. Ладья C1 и пригласить ферзя на G2. Если он туда пойдет, соответственно, никто ничего не боится. И делаем холодный ход, ладья F1. Жертвуем пешку и идем, собственно говоря, по открытым путям добираемся до слабостей соперника. Вот примерный вариант может быть вот такой. Пешку на D6 отдавать очень опасно. Но вот здесь вот может все закончиться очень быстро. Ну, понятное дело, что это все не так очевидно. Конь C3 более нормальный, естественный ход. Ферзь вернулся домой. Ферзь Е2, подобрали белые поля. А6 тоже укрепляемся. А4, не даем возможности пешке пойти на B5. Потому что вот если здесь, например, промедлить, как-то сыграть, то черный сыграет B5. Конь B7 и конь как-то начнет жить хотя бы, да? Король в центре это не так смертельно, потому что центр заперт. И как бы мат ему пока никто не ставит. Вот в чем смысл. Поэтому основная проблема черных это конь. У него некуда ходить. Ну вот Юлия борется с этой идеей. Пока мисс до поры до времени у него получалось. Ферзь Е7. Ферзь Е7. H4. Ну вот этот ход тоже забавный. То есть играет по всей доске у нас Юлия. И на том фланге, и по центру. То есть в принципе у белых солидный мощный перевес. G5. Ну здесь вот не выдержали черные. Начали активные действия проявлять, да? После хода G5 пешка H5 говорит о том, что ей будет как-то не сладко в будущем. Ну кто уже играет в пешке? Аж на G. Слон G5. F4. Ну это вот правильное решение. То есть так надо играть. Здесь я считаю, что все-таки черным надо было ввиду некоторых вариантов все-таки отступить слоном на F6. Не вскрывать. Тут слишком много полей. Потому что король тоже в центре. Оба короля в центре. Но вот черный король будет больше как-то здесь страдать ввиду пешечной массы. Вот в чем смысл. Ну вот Наталья сыграла Е на F. Естественно, Ж на F. От шаха никто не умирал. Король уходит или на D2, или на F1. Даже не знаю куда лучше. Ну смысл в том, что вот здесь вот учебная партия. Слон F6. Ну вот здесь вот можно было немножко посчитать варианты. Тем более примеры на эту тему в этом турнире уже были. Поэтому здесь можно было бы как бы... Ну такие ходы. Вот ходы конкретные здесь. Какие могут быть? Ну вот например А5 можно рассмотреть ход. Какой еще там? Ну не знаю. Ладью где-то по центру поставить. Какие-то такие ходы. Можно это где-то попробовать пешку съесть. Например на H5. Тоже как бы ход как ход. Может быть и можно бить. Я не знаю. Но дело в том, что когда бьете пешку на H5, то где-то считаете с тем, что пешка на E4 будет подвисать. Ее заберут. А это все-таки неравноценный размер. Вот. Ну в этой позиции был очень мощный ресурс. Ход E5. Не нашла Юлия этот ресурс. Это называется как бы и освобождение поля. И вот как бы... Не знаю. Прорыв. Как-то так можно назвать. Дело в том, что если пешку взять. Вот. ДНЕ. То вот как раз никто не бьет в ответ. А белый играет конь E4. И вот страшная угроза. Слон C5. И некуда вообще ходить черным. Здесь вот белый выигрывает практически сразу. Во всех вариантах. Например, если пешку взять. То слон C5. Там как бы конь нападает на слона. Слон на ферзя. То есть. И вот все сразу защитить не получается. То есть здесь очень тяжело. Ну а здесь вот еще и связка. То есть здесь просто мы бьем. И здесь конец. Поэтому так просто не получается. Ну а если здесь сыграть как-то ладья C8. Попрепятствовать ходу слон C5. То тогда вот выручает следующий ход. Пешка D6. Идет вперед. И вот шаг. Мы просто отходим. И потом ладья забирает этого слона. Ну а здесь вот. Даже не знаю, что посоветовать здесь черным. Вот например. Если они сыграют ферзь E6. То вот конечно. Ну может быть это все сложно. Но в принципе можно было посчитать. Ходы в принципе форсированы. Ход F5 тоже думаю не самый трудный для нахождения. После ферзи F5. Ну конечно D7 уже такой вот сложненько найти. Но в целом. Все эти идеи тактические. Они вот часто встречаются. В принципе можно было и проработать. Скажем так. Ферзь D3. И тут как там белые как-то так мотуют. Красиво. Ну я согласен, что это не просто. Но в целом. Хотя бы вот интересно считала Юля эти варианты или нет. Я думаю все-таки считала. Ну где-то дать просчиталась. И не досчитала. Ну я вам показал ради примера. Партия на тему не забиваешь ты, забивают тебе. Конечно слон B6 ход неплохой какой был в партии. Но в целом позиция белых и здесь намного-намного лучше. Практически близка к выигранной. Ну вот был конкретный шанс забить гол. А здесь все-таки еще игра продолжается. Ладья С8. Черные ввели ладью какую-то в игру. Где-то хотят что-то побить. Король D2 хороший ход укрепляющий. А4. Попытка не отдать пешку там где-то при случае сразу. То есть нормально. Ферзь D3. Тоже нельзя сказать, что все плохо. Вот здесь тоже был момент. Как бы надо было просто здесь немножко понять. И посмотреть какая самая опасная здесь фигура у черных. Скорее всего все-таки это этот слон. Страшно давит на этот фланг. И вот просто вот ходом слон D4 мне кажется у черных было совсем все плохо. Если вы меняете этих слонов, представьте себе такую позицию. То вот белые хотят все на свете сделать и поочередно. А вот черным решать все свои проблемы не так просто в этой позиции с конем на D8. Который никуда не выходит в ближайшее будущее. Ну сделали бы ход ладья на G1 общий укрепляющий. Слон C3. Вот как только черные получили маленький шансик, они сразу пытаются воспользоваться этим. Б на C и ферзь А4. То есть попытка играть на контратаку. А больше ничего не остается. Конечно и после этого позиция белых абсолютно выигранная. Слон D4, централизация. Ну правильный ход. Ладья ушла на F8. Больше особо ходить некуда. Если она пойдет куда-то вот на эти поля, то там следующая ладья начинает заезжать. Поэтому хочешь не хочешь так ходить. Вот смотришь на эту позицию. Все фигуры стоят на последней линии. Казалось бы, что еще нужно? У тебя мощная централизация, пешки идут вперед. Ну вот здесь вот Юля, мне кажется, может быть немножко пожадничала. Она забрала пешку. Ход, наверное, неплохой. Ну вот, например, я вот ввиду того, что черные хотят, наверное, пойти B5, конь B7, как-то развиваться. Может быть вообще стоило поменять фронт атаки и пойти вообще играть на этом фланге спокойно на удушку, так сказать. Ну и постепенно пешку на E5 поставить. И мне кажется, там черным вообще некуда ходить. Ну вот пешка была съедена. Видеть пешку и не съесть, это, конечно, не так просто. Ну вот здесь вот, можно сказать, решающий промах такой, неочевидный, цветнотный может быть. Вот ферзь стоит на D3, защищает грудью, можно сказать, всех своих королей. Ну одного, да. Ну вот как-то пошел наш трех. Вот темповой, конечно, напасть на ладью-то хочется. Ну, скорее всего, в цветнотной какой-то завязке. Ладья дело в том, что отступать никуда не хочет далеко. Она идет в атаку. И после этого у черных начинаются какие-то идеи, связанные с ударом на D4, шахи. То есть, видите, все фигуры белых как-то отстранились от защиты короля. Здесь стоило все-таки черным, не белым, как-то подумать о том, чтобы нужно как-то укрепиться. Или короля своего погнать, вот как-то неожиданно по Петросяну куда-то подальше, чтобы он не получал там, да, слишком сильно. Или вот пойти в ладья H1. Ну, как-то, когда ходишь в ладья H4, ты там пешку, правда, сделаешь. Вернуться назад не так всегда просто. Поэтому нельзя сказать, что Юлия тут, осуждать ее за этот ход, что она не сделала. Потому что это сложный ход, вряд ли кто-то бы такой сделал, на самом деле. Ну, вот было, что было. И вот черные захватили инициативу. Белые вернулись, вроде как пешку забрали и назад. И сейчас они хотят, конечно, толкать Е5. Но вот неожиданно черный конь вышел. И, как говорят в таких ситуациях, как только фигура, которая не играла всю партию, выходит в динамику, то позиция сразу меняется в противоположную сторону. То есть, черные получили максимальный инициатив. Здесь уже ходы делаются сами собой. Конь, ферзь и ладья атакуют. Вот здесь вот уже позиция белых незащитима, к сожалению. Здесь вот нет каких-то возможностей держаться везде. Страдает белый король. Неожиданно, вроде как черный был слабо, а оказался белый. Ну, здесь уже такое доигрывание. Скажем, так много ходов всяких выигрывало. И в эндшпиль можно было перейти. Ну, вот Наталья решила просто пособирать урожай. И тут такой красивый финал еще с королем на Д5. Вот король на Д5 пришел, собственноручно, да, и сказал, что надо сдаваться. Ну, еще последовали какие-то ходы, но в целом здесь вот уже можно было сдаться. Там как-то шахмат и так далее. Интересная партия, напряженная. Наталья Букса в очередной раз вот так вот, видите, она вот из плохой позиции вышла победительницей. И это довольно интересно. То есть, борется просто до конца. Следующая партия Григорьчук, Рахмангулова. Отрывок партии. Вот здесь вот черные разыграли дебют. Так, ну, здесь французская защита была. И вот, скажем так, поле Е5 здесь слабое. Конечно, черные очень сильно хотят где-то пойти Е5 здесь, да, чтобы избавиться от этой дырочки. Ну, вот Настя правильно здесь пошла. Конь Ж4 в атаку. Сразу висят вот все объекты. И вот все фигуры черных моментально идут. Черные, белые сыграли слон Ж5. Нельзя сказать, что ход плохой. Дело в том, что слон при случае подключается к обороне черных полей. То есть, нормально, с темпом. Ферзь Е8. Ферзь хочет прийти на Х5. Ну, и вот здесь вот ошиблись белые. Скажем так, здесь надо было идти на принципиальные линии. Очень довольно интересные. Ходом Х3. Это конкретный ход. Дело в том, что когда конь идет на вашу территорию, напасть на него, это сам Бог велел, как говорится, прогнать. Ну, как-то видишь коня, ты играешь белыми. Видишь эту лошадь. Как-то хочется ее прогнать всегда. Ну, обычно мне так хочется. Здесь отступать назад, это признать то, что ты был неправ. И после этого, конечно, перевес на стороне белых максимально большой. То есть, поле Е5 слабое. То есть, белые тут спокойно развиваются. Сдваиваются, страиваются по линии Е. Давят на пешку Е6. Забирают пункт Е5. Здесь очень плохо у черных. Поэтому здесь ничего не оставалось бы Анастасии, кроме как ударить на Ф2 и пойти в зарубу. Так сказать, как один гроссмейстер говорил, пойти в полное мясо. Вот здесь вот ферзь Е5 грозит. Ну, здесь забавный вариант. Я просто решил его привести, потому что интересный. Самый сильный ход здесь неожиданно был бы король Ж1. То есть, идея, вроде как логично, уйти из-под связки. И вот, соответственно, спастись. Ну, не совсем очевидно. Вот такая тактика интересная. Ладья бьет Ф3. Казалось бы, вроде черные хотят, делают то, что хотят. Сейчас они заберут, как бы, слона и будут атаковать. Дело в том, что вот эта позиция, она безнадежная для белых. По одной простой причине. Качество у них лишнее есть, как бы, да. Но вот очень большая слабость черных полей. И вот пешка на Д4. Ладья идет на Ф8. Здесь все фигуры черные сейчас напрыгнут и поставят мат. Очень тяжело здесь держаться. Поэтому, как бы, вот здесь вот надо было найти, конечно, не так просто ход слон Е3. Такой блестящий ход. Дело в том, что на свою связку у нас есть своя связка. Черные, конечно, скажут, что мы тоже можем защитить свою ладью. Дело в том, что пешкой брать неохота. Там, наверное, мат. Соответственно, как-то вот так вот действует. Но вот здесь вот белые усиливают связку, слон Е2. И вот здесь блестящее решение. Где-то, наверное, в книжках написано. Ну, вот не конкретно к этой партии. Ходом Ферзи Аш-3. Таким интересным, красивым. Черные делают ничью. Ну, грозят там всякие шахи маты, да. Если взять, то вот такой вот вечный шаг здесь получается. Интересный. И вот, как бы, кстати, ходить на Аш-2 не хочется. Потому что тут дело в том, что под все темпы мира там скрытые шахи. Поэтому, скорее всего, надо делать ничью таким-то таким образом. Ну, это осталось за кадром. Ну, довольно забавно в этой позиции. Если сыграть, например, примитивно. Пойти слон Е3. Вот так вот. Ну, то есть, в этом моменте. То есть, у белых лишняя фигура. Как бы, они хотят отбиться и выиграть партию. То вот слон Е3 не помогает. Ввиду того, что вот здесь вот как раз черные идут на мяч полным ходом. Скорее всего, Анастасия так и хотела при случае пойти Е5. То есть, она так в партии сыграла. Но вот здесь это еще сильнее было бы. Если бы вот белые пошли правильный ход Аш-3. Ну, здесь вот получались такие интересные варианты. Приведу один из них. Здесь вот Каспаров был бы доволен. То есть, профилактика король Аш-8. Здесь тоже профилактика король Ж1. И вот какие-то такие разносы идут в позиции. Наверное, тут где-то вот в вариантах все-таки черные дожимают. У них сейчас не хватает ладьи. Но атака идет сама собой. И вот здесь очень тяжело белому королю спастись от всех бед. Скажем, вот что-то такое получается. Два слона и ферзь мотают просто. Ну, осталось это за кадром. А в партии у нас последовало здесь ошибочный ход слона Аш-4. После чего черные захватили инициативу. И вот здесь они не доработали. Вот здесь вот черным надо было посчитать варианты. Но, видать, хотелось как-то побыстрее, наверное, сыграть. Да, вот здесь Настя сделала ход Е5 на борьбу. Ну, кстати, инициативный, интересный ход. Ну, вот здесь вот если все посчитать, можно использовать позицию учебную в целях обучения детей. Ну, как бы вот здесь вот найдите лучший ход. И это ход конь Д4. То есть, здесь вот такой красивый удар. И везде в вариантах получается, что как-то все плохо у белых. То есть, хороших ходов просто нет. Дело в том, что если, например, банально съесть коня, то после хода ферзь А4 выясняется, что черные где-то ставят мат. То есть, на ферзь А4, шаг. Ну, или не мат ставят. Ну, вот ход ладья А4, скорее всего, можно сказать, что труднонаходимый двойной удар. Вот здесь вот еще на ферзь А5 ладья А4. Дело в том, что мы и защищаемся, и потом забираем коня. И, конечно же, это позиция с лишними пешками, да еще и с атакой, конечно, безнадежная для дела. Ну, ход конь Д4 найден не был. На ход конь Д4, если взять Ж на Ф, то здесь просто конь Ф3, шаг. Вот, не знаю, как здесь вот можно ферзем забрать, ввиду того, что тут тоже ферзь под боем. Но, понятно, никто веншпилите не будет, будут бить. Здесь висит все на свете. Вот, не знаю, как здесь так. Ну, здесь вот съели. Так, и вот здесь вот, не знаю даже, как здесь сыграть правильно. Наверное, можно сначала защититься от пункта... Ну, да, можно А6 сыграть, можно Ж6, наверное, сыграть тоже. То есть здесь вот черные бесплатно атакуют. У них два слона лишние, там какой-то материал, две пешки какой-то, две пешки. И плюс еще атака. То есть здесь понятно, что тяжело. Ну, это было за доской, не найдено. Был ход Е5. Здесь начинаются сложные осложнения. Здесь вот конь Ц на Е5. Желание поставить мат всеми фигурами. Может быть, были ход точнее, ход конь Ж на Е5, да. Ну, вот, скажем так. То есть, если взял мяч, то надо уже бить. Ну, вот, слон Е2. Это вот решающая ошибка. Здесь все-таки белым надо было тоже посчитать варианты, что они не сделали. То есть, банально, какие ходы здесь надо считать. Аж, конечно, надо считать. Конь Е5 надо считать. Ну, вот, ход конь Е5 давал белым возможность, ну, не то, что не проиграть партию. Возможно, даже побороться за что-то большее. Дело в том, что вот на ферзь А4 просто конь Ж4 защитил. На слон Ж4 просто ферзь Ж4. Ферзь А2, ну, король ушел. Ну, как бы фигуры не хватает. Ну, не знаю. Может быть, где-то здесь в вариантах черные, наверное, думали, что они тут атакуют. Но на самом деле вот здесь вот белые отбиваются. Ничего страшного тут нет. Ну, это все не очевидно. В партии последовала слон Е2. После чего вот серия точных ходов. Здесь уже черные не выпустили своего. От шаха никто не умирал. Здесь вот забавно, что вот ничего не дает. Вот такие шахи. То есть вот эти шахи, они выглядят естественно. Подключаются фигуры. Ну, вот после конь Е4 выясняется, что ферзь под боем. И как-то вот белый еще держится. Конечно, у черных поприятно. Там ферзь 1 уйдет куда-то на Ж2. Ну, в целом, позиция еще игровая была бы. Ну, а Настя сыграла более жестко и правильно. Она просто забрала слоном на Ж4. Сказала, что зачем мне выпускать короля из матовой сети. Ну, и вот после последующих ударов, несложных, да. Входом ладяев 6. Огрозит неприятный мат. И черные победили. Итак, идем дальше. Была еще у нас партия интересная. Очень мне понравился этот момент. Ирина Борчук играла с Петровой. Ириной. Две Ирины, короче, встретились. Вот. Белые абсолютно переиграли черных. То есть, видите, какая блокада по белым полям. То есть, как-то слон нельзя, конечно, что прям такой слишком плохой. Ну, вот здесь вот белые решили действовать с комфортом. За что и поплатились. Был очень сильный ресурс. И именно его я хотел показать. Всю партию смотреть не буду. То есть, белые здесь сыграли конь Ж на Е2. С идеей активизации фигуры. То есть, как бы конь стоит плохо. С идеей пойти Ф4, да. И началась битва титанов, так скажем. А был вот очень забавный ход сразу. То есть, здесь с ходом Ф4 быстро и сильно. Ну, как бы, дело в том, что вот у тебя выведел две ладьи. Они где-то при случае подвисают. То есть, идея как бы такая, что вот конь идет на Ф3, усиливает давление на Е5. А вот если взять, то вот белые освобождения поля. Опять-таки, видите, сколько приемов на освобождение ходом. Ходом Е5 освобождается поле Е4 для коня. Грозит Е6. Если взять конем, то здесь вот такая красивая жертва. И вот выбирайте, какую ладью есть. Вам больше нравится, да. Ну, а если бьет пешка, то еще красивее вариант. Не очевидный. Конечно, может быть, Ирина Борчук и видела это. Но она, например, до этого досчитала. Не могла понять, что делать дальше. Такое вполне возможно. Вот здесь вот можно с конь Е4 начать. Тоже классный ход. Можно так. Ну, вот еще сильнее конь Е3. Мы просто хотим все съесть, да. Вот как-то непонятно вообще, куда ходить черным здесь. Мы просто хотим все подсъедать. И тут какой-то ход слон Ж5 находится, перекрывая взаимосвязь ферзя и ладьи. Но вот белые вообще игнорируют это все. И кодом конь Е4. Красивая такая доминация по белым полям. И вот надо сдаться просто. Потому что висит слон. Его хотят съесть чем-то из коней, скорее всего. Может и ладья хочет при случае съесть. Но это не очевидно. Ну, и здесь вот какой-то такой вариант примерный. Взяли, взяли и шаг. Ну, вот примерно так. На такой тактике держится весь этот ресурс. Ну, эту партию провел в качестве именно ресурсов. Что вот если есть возможность сразу, то надо ее считать. Ход Ф4 красивый, учебный. И возможно попадет в какую-то книжку. Мне нравится. Ну, а вот ход конь Е2 дал возможность черным какую-то инициативу. Ходом Б5. Ирина Петрова начала свою игру. И вот как-то белые вроде пошли. Но вот тут черные успели нанести контрудар. А когда вот идет контрыгра, то соответственно тоже... Конечно, позиция и здесь белых лучше. Но вот здесь уже как-то вот страшновато немножко за этого короля становится. И в какой-то нелегкой борьбе. Небезошибочной с зевками. Где белые могли выиграть пару раз. И несколько был зевнут ход конь А4. Типичная такая вилочка. После чего уже черные не выпустили, скажем так, белых. То есть белые могли, но не получилось. Такая напряженная интересная партия. Ну, так вот она закончилась примерно. Вот здесь какими-то... Даже вот я до конца не досматривал. Не знаю. Ну, вроде тут ошибок никаких не было. Ну, лишнее качество сказалось. Ну, вот неиспользованные возможности Ирины здесь сказались. Итак, перейдем к нашей таблице. Еще были партии. Ну, здесь вот Шпанько, Бердик. Ничья такая, как бы, скажем так, никто ничего не хотел. Там Гребенщикова, Долуханова. Интересная партия. Ну, как бы, мне кажется, по игре. Там не было особых таких каких-то серьезных моментов. Гапоненко, Баби. Здесь вот теоретический вариант был разыгран от первого до последнего практически хода. То есть партия Скорщиты, Каракан, известная на весь мир. Мартынкова, Грызлова, ничья. Ну, здесь вот тоже я не видел ничего интересного. Такое ощущение, что девочки решили немножко все-таки ничьих поделать хотя бы, да? Зинкевич, Цирюльник тоже ничья. Дубовик в 14 ходов тут обыграла Ульяну. Ульяна, скорее всего, что-то напутала, забыла. Зевнула такой детский удар. Как бы, ну, как бы, такое дело. Дети зевают в детский удар. Это нормально. Ну, и вышла из колеи, так сказать, неправильно. Гринева-Марьянова, одолела Томилу. Как бы, ну, там, как бы, по-моему, не совсем была такая партия интересная. Поэтому я ее не показывал. Еще будет время, покажу. Теперь, что за истории. Ну, как бы, ну, как бы, перед историей. Вот по три очка имеют у нас четыре человека. Рахмангулова, Букса, Берник и Шпанько. Ну, вот, набравшая форму Букса, Наталья, конечно, будет наседать на Берник-Марию. Интересная встреча. Будем смотреть. Ну, и Рахмангулова, Шпанько. Тоже интересно, что здесь будет. Вряд ли девочке будет соглашаться на ничью. Будем наблюдать. Что касается истории. Вот забавную историю мне вчера рассказали. Очень интересную, на мой взгляд. Я не слышал, хотя мне сказали, что это известная история. Вот интересно ваше мнение. Слышали ли вы эту историю? Просто так вот интересно. Значит, вот начнем с того, что вот был турнир в 1948 году. Это был известный матч на первенство мира. В том, как бы, определялся между пятью шахматистами. Батфиник, Смыслов, Керес, Решевский и Макс Эйве. Дело в том, что вот, когда вот Алёхин взял реванш у Макса Эйве, потом он скончался, как бы, при загадочных обстоятельствах. И вот не могли понять, кто же должен разыграть корону после военного этого действия. 1948 год. И вот решили сделать матч-турнир пяти сильнейших, якобы. Смыслов, Керес, Решевский. Все были достойны, конечно. Скандальный матч. Там можно найти много информации про этот матч. Кто-то кому-то там сплавил партию и так далее. Но это не интересует. Нас интересует история из женских шахмат. И вы думаете, где здесь женщины, одни мужики, а тут какие-то женщины. На самом деле, все не так просто. В последнем туре игралась партия Батвиник Эйве. И вот, значит, вот она, эта партия. Вот здесь вот сыграли буквально 14 ходов. И белые и черные согласились на ничью. Уже не знаю, кто кому предложил. Ну, вот, как бы, может быть, Эйве предложил Батвиннику. Дело в том, что уже был результат понятен. Поэтому, как бы, что ни чашу кто-то победил, все равно никто не догонял Михаила Батвинника. Он там, вроде, намного опережал соперников. И вот здесь согласились на ничью, чтобы, как бы, смысл бороться за что-то. Вот пешку на Б4 я выделил, она здесь стояла. Приходит судья, значит, оформляются бланки. Там они там поздравили друг друга, все поздравили Батвинника. Судья смотрит на бланки, и тут бац, пешка с Б4 куда-то исчезает. Ее нету. То есть, просто пропал. Он смотрит там где-то, пешки нету. То есть, они смотрят, на доске тоже пешки нету. То есть, она просто исчезла. Ну, вы думаете, что это за история про исчезнущую, исчезновение пешки? Да, загадочное оказывается. На том турнире, за турниром наблюдала некая Елизавета Быкова. Вот эта шахматистка. В будущем она стала чемпионкой мира и еще, по-моему, два раза защитила свой титул. Соответственно, история следующая. Вот Елизавета Быкова, после того, как они согласились на ничью, пробралась на сцену. Вот здесь можно посмотреть эту сцену. Давайте, вот здесь есть фотографии. Ну, это там они что-то анализируют. Вот они-то, сцена была, они здесь играли. Она каким-то образом пробралась на сцену, да. И, скажем так, спионерила эту пешечку. Взяла себе на память, да, как реквизит. Может сказать, как талисман. Об этом никто не знал. То есть, естественно, была тайна. То есть, это известно было аж потом. Когда 1950... Давайте посмотреть, в каком году. По-моему, 1953 год. Да, в 1953 году, вот через пять лет после этого, она играла матч на первенство мира среди женщин. Играла она, кстати, с Людмилой Руденко, да. Вот еще одна советская шахматистка, да. И она вот выиграла этот матч и стала чемпионкой мира среди женщин. А потом она призналась, что все-таки она эту пешку спионерила у Ботвинника. И каждый тур в сумочке на матч приходила она с этой пешкой. А сумочку вешала на стул. Вот такая вот история, можно сказать, некий талисман, да. Это придало ей, наверное, уверенность. И она обыграла и стала чемпионкой мира. Так что вот такие вот женщины коварные. Они могут, если что, аккуратненько какую-то пешечку и себе изобрать. Мне кажется, интересная история. Говорят, что известная, но вот я у кого рассказывал в своем кругу общения, ну вот мало кто знает. Я не знал, естественно, тоже. Поэтому, думаю, может быть и вам понравится. Всем спасибо, кто смотрел. Следим за новостями. Подписываемся на канал. И как бы ждем нового тура. Всем пока.